Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, как церковь относится к празднику Хэллоуин? В той форме, которую мы видим на улицах, в каких-то учреждениях, по-моему, это отвратительное беснование. А какую форму вы видите? Ну, люди надевают всякие маски с изображением бесов, всяческие кривляния, неприличное поведение и, скорее, похоже на всякие ужастики, нежели на праздник всех святых. Это совершенно, ну, выхолостившаяся европейская традиция. У нас совершенно в России другая традиция. У нас даже, когда, ну, в некоторых районах России использовались ряжные, там, ну, допустим, на Рождество, то это, ну, носило какие-то более милые формы, но и то церковь всегда говорила о том, что это, вообще-то, совершенно неприемлемо. Всякое паясничание в этот такой высокоторжистный и святой день, когда Христос пришел на землю. Вот, а это иначе как чужебесие никак нельзя назвать. А почему тогда мы не прославляем индийского бога Ганешу? Ходил бы слон украшенный, согласно басне Ивана Андреевича Крылова, слона водили на показ. И вот взять у Индии этот праздник, слон бы ходил по улицам там. Ну, вот, есть такое выражение замечательное, с какого мороза? У нас что, недостаточно праздников, что ли? Почему именно это? Я понимаю, ну, коммерческую подоплеку этого. Люди думают, что если срабатывать на Западе, на этом можно заработать, как на Святом Валентине. Давайте и мы сюда, раз это беснование нравится западным европейцам, пусть это проглотит и восточное. Но, по-моему, это совершенно не все надо обезьянничать. И что страшно, что в этом бесновании принимают участие не только люди, но и маленькие дети к этому привлекаются. Вот именно. Более того, было замечено, что очень многие дети впадают после этого праздника в такие состояния душевные, психические, когда они нуждаются в медицинской помощи. И вот, насколько мне известно, у нас в Москве это запретили специальным указом Министерства образования Москвы. Вы думаете, что других регионах тоже стоит запретить, потому что в Липецке, в Омске запретили этот праздник? Ну, конечно, зачем вот ждать по всей Руси великой, по-моему, это вполне могло бы сделать и Министерство образования, или кто в данном вопросе компетенции. Ну, у нас, как всегда, вот сначала мы все попробуем, напьемся из лужи, потом будем лечиться от дизентерией, а потом уже запретим пить из лужи. По-моему, это вещи, так сказать, очевидные. Такое ощущение, что те люди, которым доверили детей, потеряли вообще здравый смысл. Что печально. А вот вы упоминали День Святого Валентина. Какие еще стоят праздники действительно запретить у нас? Ну, я не знаю, вот те, о которых мы наслышаны, это вот больше всего, тем более к Святому Мучику Валентину это никакого отношения не имеет, это все, что с этим связано. Вот этот ажиотаж, он, ну, абсолютно ни к чему и носит, скорее, такую разрушительную подоплеку и для души, и для той же семьи и так далее. Тем более, вот они проповедуют влюбленность. По классификации Всемирного Общества Здравоохранения, это вообще болезнь. Влюбленность болезни? Да. И так и выражается. Повышение артериального давления, потеря сна, усиление потливости. Потом человек становится менее сообразительным. У него навязчивые идеи. Он способен на какие-то безумные поступки, там, прыгать с моста в реку, там, что-то такое делать. Это совершенно... Что его понуждает? Именно его болезнь и психическое состояние. А все эти валентинки, они только к этому возбуждают, подталкивают. Зачем? Голод никогда не надо терять. Полюбил ли ты человека, не полюбил, но нужно готовиться к семейной жизни, а не к каким-то эпатажным поступкам. Это ведь замужество и женитьба – это самые серьезные шаги в жизни уже взрослого человека. Все. Спасибо вам большое. Вы согласны? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok